В рамках Дня пожилого человека Ульяновский областной совет ветеранов совместно с правительством и музеем Ленинского мемориала организовал круглый стол, посвященный памяти почетного гражданина Ульяновской области Владимира Николаевича Сверкалова, известного партийного идеолога. Он ушел из жизни 12 лет назад, но память о нем жива. Он был, ну, все-таки необычным человеком, понимаете? Вот эта его речь такая вроде бы и простоватая, вроде бы, ну, такие шутки, да? А потом, когда начинаешь анализировать, вот мне потом, я поняла, что вот через такую простую речь он добивался гораздо больше, чем через идеально выстроенную, может быть, вот правильную, без шуток, такую стерильную речь. На круглом столе были его дочь Елена Смородинова и внучка Надежда Дубова, которые поделились своими воспоминаниями. По словам Елены Владимировны, отец был строгим, но справедливым человеком. Много времени у него отнимало работы. К дисциплине приучил меня он, к чтению газет приучил меня он. То есть настолько много жизненных этапов, которые дал он мне, понимаете? Хотя он был так занят на работе, приезжая из отпуска, он, знаете, он вошел в квартиру и звонок Владимира Николаевича на работу. То есть контакты личные, наверное, даже маленькие были. Но, но настолько много оставлено, это невероятно. Не предать. Внучке Владимир Сверкалов подарил всю свою душевную теплоту. По словам Надежды, он ее не только баловал, но и направлял по жизни. Когда-то он повлиял на выборы моей профессии. То есть я, как девочка, увлекалась танцами, музыкой, мне казалось, что из этого можно сделать что-то серьезное. Он говорит, подожди, это не то, что тебе нужно. Подумаю еще раз. И, в общем, где-то в возрасте 10 лет я, наверное, задумывался о том, кем я хочу быть. Жизнь Владимира Николаевича была очень непростая. В 14 лет он остался единственным мужчиной в доме. Как только началась война, пошел работать на патронный завод имени Володарского. В 18 лет Сверкалов возглавил комитет комсомола завода. Ирина Антонова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.